Друзья, всем привет! Я надеюсь, меня нормально слышно. Я записываю впервые такой формат, то есть сразу монитор, сразу веб-камера, сразу микрофон. Ну, сэкономим время. В общем, суть такова. Я сегодня сидел, сейчас игрался с Omnibus, а у меня Next F7, и решил попробовать. Буквально недавно вышла прошивка 3.4 от Betaflight. Говорили, что оптимизировали работу F7, и знаете, они действительно ее оптимизировали. Смотрите, сейчас у нас прошивка от июня 17-го, то есть это 3.4.0 RC2, то есть Release Candidate 2. Я не думаю, что они что-то сильно изменят и в официальном прошивке что-то испортят, но тем не менее вы уже можете прошить Release Candidate и попробовать ее. Суть в том, что эта вот прошивка под OmniNext F7 3232 работает. Включен акселерометр, включен барометр, а также включены антигравити, динамические фильтры, то есть все включено. И при этом нагрузка на процессор всего от 41-42%, то есть это минимально. Если вы хотите летать вообще на 16-16, давайте попустим на 16-16, то на 16-16 у нас нагрузка 8% всего. То есть реально мизерная нагрузка, никаких разгонов здесь нет, то есть ничего здесь нет. Просто нормально оптимизировали наконец-то все эти... Я, насколько я понимаю, это SPI-шина давала такие проблемы, там были какие-то задержки, какие-то ненужные команды. Так что, друзья, все, кто хотел, у всех, у кого есть F7, причем еще на последних гирах, на новых современных гирах на 32 кГц с катертью дорожка, то есть вы можете спокойно теперь ставить Betaflight. Обновляйтесь на последнюю версию, она гораздо более оптимизирована именно под новые полетники, под 32 кГц гироскопы и, наконец, под архитектуру F7. На этом все, пока.